Вот, да, я согласен с тем, что эта система экономическая, она еще может долго существовать, находить самые разные внутри себя балансы, но происходят на самом деле очень серьезные вещи. Вот Виталий Тамбовцев об этом немножко начал говорить. На самом деле происходит обнулинический капитал у нас в стране. Депрофессионализация. Просто совершенно колоссальная депрофессионализация. Понимаете, у нас нет, у нас есть люди, да, у нас 140 миллионов населения, у нас там половина это люди трудоспособного возраста, которые даже может где-то работают, но мы теряем все возможные какие-то профессиональные качества. У нас нет профессиональных рабочих, у нас нет профессиональных инженеров, у нас нет профессиональных менеджеров, у нас нет профессиональных чиновников, боюсь, что у нас нет профессиональных фейсбошников, профессиональных офицеров и так далее. Я как бы смотрю на эту ситуацию с этой стороны Вот эта экономическая система, которая родилась На самом деле, я согласен с Георгой Александровичем Это даже до Путина это все начиналось Просто при Путине это получило совершенно законченную форму Эта система просто выталкивает конкретного, ординарного человека В какое-то состояние полной неопределенности с точки зрения даже личности Вот Татьяна задала вопрос, а что будет для конкретного человека Да нет, конечно, никаких социальных бедствий в ближайшие годы Таких, чтобы хлеба не было Ну сейчас я хожу по Москве, метро ездит, магазины работают У меня в доме фасад за государство начнет ремонтировать Да, понимаете, но ситуация заключается в том, что страна выпускает, общество выпускает Вот этот дух, который жизнь, которая некая пассионарность, которая еще может быть когда-то была И даже если предположить, что когда-то наступят какие-то времена устойчивого, хорошего инвестиционного климата Когда даже, допустим, захотят западные инвесторы и наши какие-то инвесторы здесь что-то делать Оказывается, просто не с кем работать Просто вот реально не с кем работать И вот Евгений Григорьевич сказал, что надо заниматься политикой, я абсолютно согласен Вообще, это мое кредо вообще все последние годы Я помню с Анатолием Борисовичем Чубайсом Потому что я отношусь к этому с большим уважением Мы даже устроили публичную дискуссию по этому поводу Просто не выдержала Когда он в свое время, сейчас он, по-моему, встал уже на позиции Евгения Григорьевича Но в свое время написал Ну давайте мы подождем лет 10-15 У нас формируется на базе нанотехнологий Какого-то вот этого инновационного сектора Какого-то изолированного Образуется некий средний класс, так, массивный А вот тогда он предъявит спрос на демократию На что у меня сразу же возникла мысль, что Дорогой Антон Борисович, да никогда в таком режиме этого не будет Надо спрос на демократию, в принципе, он есть Пока, мне кажется Некий скрытый, латентный, наверное Он есть И вот исходя из него надо развивать экономику Но мне кажется, что сейчас совершенно колоссальное значение имеют элиты Вот они, конечно, у нас Я считаю, они должны смениться, безусловно, в силу каких-то процессов Не знаю, каких Трудно сказать Но в условиях вот этого Как бы обесценения человеческого капитала В условиях, когда государство делает так, что люди даже теряют способности самоорганизовываться Вот Володя спросил, там нужно ли Есть ли примеры какой-то самоорганизации Ну, я в бизнесе не вижу таких особых примеров Любой, более-менее крупный бизнесмен Имеет, конечно, аффилированность с какой-то властью Либо местной, либо региональной, либо даже федеральной Смытие МКО Ведь громят на самом деле ту сферу, где люди начали как-то получать навыки Того, чтобы сами без государства решать свои какие-то проблемы А теперь, получается, будет ровно та же самая ситуация Те МКО, которые хотят, чтобы остались на внешнем поле Они даже будут тоже бегать к местным начальникам И спрашивать, а что нужно? Вот местный начальник скажет, ага, вот вы сделаете такую-то акцию Или там выступите там инициатором чего-то Типа этого народного фронта Или там общественной палаты нашей Понимаете? И в этом смысле роль элиты, которая еще в России все-таки есть, мне кажется Она, конечно, совершенно колоссальная И мне кажется, не знаю, будет следующая сессия, будут, наверное, это обсуждаться Вот те процессы, которые там идут, они очень разные, они очень сложные Я повторяю, наша элита, конечно, недостойна той страны, которую все-таки мы имеем Все-таки Россия это большая страна И страна с большим потенциалом Но вот только это, видимо, что-то может сдвинуть Потому что думать о том, что там через сколько-то лет мы увидим сотни, десятки, сотни тысяч людей Может миллион людей, которые будут выходить на улицу и стучать в кастрюлю Хотя такой вариант теоретически возможен Потому что тот уровень управления, который у нас есть, он, вы знаете, он при этом уровне ручного управления Возможно, любые ошибки, которые могут спровоцировать и это Но я беру какой-то такой средний вариант Вот как сказал там Вовцев, да, естественный вариант движения той системы, которая у нас есть А вот естественный вариант, он как раз заключается в том, что вот эта вот деградация нашего населения Какой-то раздорай, наверное, в элитах, наверное, чем это закончится, трудно сказать Это может закончиться действительно тем, что страна скухожится совершенно верно И станет там через 10-15-20 лет страной какого-то пятого ряда Ну мы сейчас страна якобы второго ряда Но есть Соединенные Штаты, есть Китай, есть Евросоюз А мы где-то там пытаемся что-то там между ними, как-то позиционироваться на рамках Но очень 10-15-20 лет, это страна пятого ряда То есть я не знаю, как это, наверное, политологи должны исследовать такой феномен Наверное, когда это было с Аргентины, да, Татьяна, якобы Ну это так, очень сложно, когда Аргентина в свое время имела ВВП на душу населения По-моему, в начале 20-го века почти на уровне развитых стран тогдашних Где сейчас Аргентина, где сейчас нынешние развитые страны Ну это, наверное, будет какой-то новый феномен в современной мировой истории Как большая страна с большим подписалом уходит, знаете, как Титаник постепенно куда-то туда К сожалению Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!